Предложение нашего банка по перекредитованию предназначено для тех заемщиков, которые ранее получили кредиты в других банках, но по определенным причинам хотели бы поменять условия этих кредитов на те, которые предлагаем мы. Мы постоянно отслеживаем рыночность нашего предложения, процентные ставки, размер кредита, размер первоначального взноса, многие другие параметры постоянно контролируются нашими специалистами. Мы стараемся, чтобы наше предложение соответствовало условиям рынка. И для тех заемщиков, которые получали кредиты 2-3-4 года тому назад, совершенно неприемлемыми являются те ставки. И в тех случаях, если банки не хотят пересматривать условия кредитования, эти заемщики — это наши клиенты. Мы готовы им предложить свои условия. За последние пару лет ставка постоянно снижалась на 1-2 пункта ежегодно. И сейчас то, что мы можем предложить, — это 11,75% годовых в рублях и 9,75% годовых в валюте. Это те размеры процентной ставки, которые мы предлагаем для клиентов, желающих перекредитоваться. Заемщики не знали о существовании наших процентных ставок или по какой-то причине были привязаны, например, программами, которых у нас нет. Китфинанс не кредитовал до последнего времени новостройки и на этапе строительства. За исключением продукта — это кредитование под залог имеющегося жилья. А есть банки, которые работают совместно со своими партнерами, строительными компаниями и имеют возможность кредитовать на стадии начала строительства определенные объекты, аккредитованные этими банками. Вот когда по этим условиям клиент получил кредит, дом был построен, было выдано свидетельство о собственности, после этого он уже свободен в выборе, и если ставки того банка его не устраивают, он может перейти к нам, наши ставки будут более низкими. Мы понимали, когда готовили этот продукт, что не обрадуем наших конкурентов, наших партнеров, поэтому выстроили схему так, чтобы процесс перекредитования для заемщика не был связан с мнением третьей стороны. То есть если мы согласились перекредитовать данного заемщика, то для него уже не важно ни мнение банка первичного кредитора, ни какой-то еще стороны регистрирующего органа или еще кого-то. Это происходит все в рамках закона, по стандартной процедуре. Заемщик, получивший кредит несколько лет тому назад под 16-18% в рублях, считал это абсолютно нормальным. На сегодняшний день эти ставки неприемлемые, рынок шагнул вперед, ежеквартальное фактически снижение ставок привело к пониманию нормальности ставок 12-13% в рублях и порядка 10-11% в валюте. Поэтому любой заемщик в состоянии посчитать разницу между ставками сегодняшними и ставками, которые были раньше, и определить выгоду свою, когда он идет на процесс перекредитования. В любом случае надо понимать, что это и определенные затраты, которых не избежать, и какие-то затраты времени. Это должно быть однозначно выгодно, что, собственно, и получается благодаря вот такой разнице в ставках. Заемщику, который идет на перекредитование, необходимо учитывать, что ему обязательно придется сделать повторную оценку своей недвижимости, то есть обратиться в оценочную компанию. Также ему необходимо будет заново застраховать. Зачастую при выборе банка заемщик не знает, аккредитована ли страховая компания в новом выбранном им банке. Поэтому необходимо учитывать, что нужно или дождаться срока, когда этот кредит, когда срок платежа, обычно он совпадает со сроком кредитования, уже наступил, и новый договор страхования заключить уже со страховой компанией, аккредитованной в новом банке, или нужно заранее узнать, совпадают ли аккредитованные компании страховые в банке первичном кредитории и в банке, в который заемщик планирует обратиться. По конкретному продукту перекредитования в Китфинанс дополнительных затрат больше нет, кроме затрат, связанных с услугами наших партнеров. Это оценочная компания, которая должна оценить недвижимость. Уже в новых условиях все-таки прошел какой-то период, вполне возможно, что были какие-то изменения внесены, может быть, что-то переделано. Да и рынок не стоит на месте, цены сейчас постоянно растут, необходимо это учитывать. И на сегодняшний день это плюс. На постоянно растущем рынке рыночная стоимость квартиры выросла. Но нельзя исключать ситуацию, когда этот рост или замедлится, или остановится. И мы должны знать рыночную стоимость той квартиры, которую мы берем в залог. И второе, это услуги страховых компаний, кредитованных в банке, которые страхуют. При получении кредита заемщик, в соответствии с процедурой, принятой в банке, дает письменное согласие на предоставление информации о себе и о своих действиях по обслуживанию кредита в бюро кредитных историй. Соответственно, начало его кредитной истории происходит с момента получения кредита. Таким образом, банк, согласившийся на перекредитование заемщика, уже имеет информацию, независимо от того, выплачен кредит или пройден только первый год, два, три, пять, определенная часть срока кредитования. По аккуратности платежей уже формируется лицо заемщика. Как он выплачивает положенные ежемесячные платежи, как он оплатил все необходимые комиссии, которые в банках существуют, в каждом банке свои. Из этого формируется уже лицо заемщика, и мы, получив заявление клиента на перекредитование, так же, как и любой другой банк, мы видим, получив выписку о платежах из банка первичного кредитора, как этот заемщик расплачивался по своим обязательствам. Соответственно, делаем выводы об этом заемщике. Независимо от того, что у заемщика очень хорошая кредитная история, например, в любом случае оценивается его текущая на этот момент платежеспособность. За период жизни кредита могли измениться его доходы, могли измениться источники доходов, соответственно, и подход банка к оценке этих доходов будет меняться. Заемщик мог быть индивидуальным предпринимателем, стать бюджетником. То же самое и наоборот могло произойти. То есть, оценка его платежеспособности в любом случае будет проводиться специалистами банка заново и делать соответствующие выводы. принятие решения о перекредитовании по смене банка-кредитора должно быть аргументировано и решение должно опираться на расчет и на учет всех заложенных в кредитный договор с банком-первичным кредитором условий и особенностей. Договор это предмет договоренности двух сторон, учитывающий интересы как банка, так и заемщика. И заемщик, получая кредит, согласился с этими условиями и теперь, когда появился продукт на рынке по перекредитованию, прежде чем принять решение о том, чтобы пойти на перекредитование, нужно внимательно прочитать условия договора кредитования и понять, не грозит ли этот уход из того банка какими-то штрафными санкциями, какими-то дополнительными комиссиями. Каждый банк защищает свои интересы по-своему и необходимо учитывать специфику этих кредитных договоров. В одних будет предусмотрен какой-то мораторий, который не позволит в течение определенного периода просто досрочно погасить кредит, а перекредитование это досрочное погашение своих денежных обязательств. В другом банке будет установлена какая-то запретительная процентная ставка комиссии за досрочное погашение. Поэтому прежде чем принять окончательное решение о перекредитовании, нужно определить выгоду от этого за оставшийся срок кредитования и затраты, связанные с этим процессом и затраты в том числе и связанные с выплатой банку-первичному кредитору компенсации в виде комиссии или каких-то штрафов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok